сегодня хочу снять такое видео буду разговаривать и при этом краситься макияж я буду делать необычный а на премьеру фильма веном 2 карнашек но я уже его делала то есть уже премьера прошла как бы сегодня у нас 13 число как бы ну сори я только до этого дошла у меня появились некоторые дейки я его кое-как могу доработать поэтому что-то подсказать там потому что не все мне подходит но может кому-то подойдет так что тема будет все-таки папина или мамина дочка я сначала с того что все начали спрашивать там в инстаграме в ютубе это сейчас крем наношу ты все-таки папина или мамина дочка и знаете я стала задумываться что сейчас я уже мамина дочка хотя раньше вот ну лет так десять ну где-то даже нет меньше может когда мне там было лет семнадцать я уже стала понимать что ну блин все с папой мы не в контакт мифки ну короче не особо как бы прекрасно общаемся и чем все я не папа на дочку нет за долба о тут сидит и все как бы я стала такой маминой прям дочкой я стала с мамой больше проводить времени маме чаще говорит что я ее люблю ну и как бы сам факт я живу с мамой хочу рассказать чуть-чуть почему все таки я не знаю может я и сниму видео почему все таки у меня такие сложные отношения с папой хотя я уверена папа скажет другое когда своя правда на скотина мне задолбала это уже честное слово а то что он не надо выкинул это я вообще молчу ну ладно успокаиваюсь это нервы пока крем вы впитывается я нанесу помаду и уложу брови свои чего все таки началось все на начало с того что мои родители развелись это уже известный факт не будем на этом останавливаться и как бы папа считал что мама виновата в разводе мама считала что папа виноват потому что блин она второй раз попросить не простил за измену как бы да мама умалчивает это но у меня было 6 лет папа изменил маме мама простила ну да не простила позволила остаться хотя я ее не понимаю но да ладно и все второй раз он изменил она сказала все нет все хватит паку чемоданы и ушел вон как бы грубо говоря так и все началось того что знаете как вот эта война за внимание ребенка то есть с кем ребенок будет жить потом вот эти вранье вечное там серия рассказывания сказок что мама не позволяет хотела не позволять папе ценовидец ну короче вот это вся химия как бы да я вот я тогда мне было блин 8 лет я думала что это правда где лак для волос сейчас я понимаю это бред это просто бред все тот бред который они не рассказывали там не слиют это это бред и вот ну это просто понимали все началось но я же такая папина дочка папу защищала папа такой бедный несчастного бедникова выгнали мама такая злая колдунью не колдунью как это сказать не ведьма женщина которая взяла бедникова папочку и выгнала медного тут мама скорее бедно было что я потом устраивала папа что все не знал и не хотел узнать вот и потом началось того ну потом опять же не желание папа со мной видится потому что ну блин я не знаю может я не права может я много требую но как вы считаете есть вот родители разведены и там уехал отец ну как бы ребенок живет папой с мамой с кем ребенок господи с кем ребенок как часто должен видеться ребенок с отцом я понимаю работа все это ттт но сразу говорю такую помарочку выходные не предлагать потому что выходные папа хочет отдохнуть папа хочет выпить пиво это если что я сейчас его цитирую то есть да у меня был такой разговор с ним как бы это все перевело к тому что мы с папой очень часто стали ссориться недопонимание вот потом я была какая-то на него обида кстати да у меня было и на него и на маму обида когда они развились потому что ну блин я думаю кто-то может согласиться кто-то не только это там своя точка зрения я высказываю свою по конкретнее так сказать для короче скажу кратко что папа сам виноват в том что произошло то есть папа своими поступками своим поведением то есть все вот этим просто привел к тому что сейчас у меня нету особых каких-то там прям привязанности к папе вот если сейчас уедет мама там на полгода вот это я страдать буду с папой я однажды не общалась три месяца ну все лето то есть я не хотела мне плевать бы но я понимаю что скорее всего ну как бы тоже у него другая семья была им но ему некогда было по мне думать так что ну как обычно мама виновата мама тэ 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 мама се се да у нас все блин мне пять годиков я нихрена не умею но ладно меня это бесит просто очень сильно ну короче скажу так я понимаю что видео может там будет сумбурное но просто я хочу что-то сказать там в другом видео уже конкретно знаете как даже сказать видео посыл папе и то не факт он услышит как бы у нас папа серьезный человек youtube он не смотрит эту химию так что да я даже не знаю услышит не услышит он меня потому что ну просто знаете единство кто до него мог всегда докричаться это мама она просто могла позвонить и сказать саш ну ты как бы алло нормальный что-то творишь то есть меня кто-то даже спрашивала как там сейчас твой папа нормально в третьем браке живет и нормальным у него все хорошо но это лично у него ну я не знаю просто мне еще сложно об этом говорить потому что если я сейчас потеряю контроль над собой то я просто выскажу про папу все 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 что я все что у меня накипело за все эти блинские годы потому что ну честно у него вот эти все приколы все его авантюры все вот это ну вот тут уже сети честно знаете когда там он купил машину он купил машину ты смотри маме бабушке не говори потом был даже случай сейчас кому-то нужно приехать запорожье к родственникам я вышла на основу позвоню папе ну папа должен был меня забрать и он говорит там слушай обернись повернись осмотрись и потом пойди там ну вот говоря вот я стою и вот туда пойди и там он стоял там в кустиках и то даже не в своей машине поэтому вот так вот это уже называется паранойя как бы мама с бабушкой знали о том что там что-то у папы появляется что-то меняется раньше чем я так что да ну как бы ладно это его дело а теперь на секунду вернусь к макияжу я вам сейчас просто расскажу что за макияж я буду делать извиняюсь я запутана я хочу ну у меня макияж будет в трех цветах это черный белый и такой бордовый можно кстати красный почему испортить именно цвета но те кто видели уже там вообще афишу фильма видели сам фильм вы знаете что веном это черного цвета паук я не знаю как его даже назвать что это ну короче субстанция какая-то просто он похож на спайдермена он поэтому называют человеком пауком а карнаж который появится как раз он такого бордового цвета но опять же можно и красный делать поэтому вот просто мне не понравилось как на меня красный выглядит поэтому я буду использовать бордовый так что сейчас я вам покажу что я буду использовать я буду использовать вот такую палетку от LCF тут я буду использовать глиттер вот этот красный блин ни хрена не видно мне вот а а нет все нормально все нормально потом вот такая палеточка от ламель тут я буду бордовый использовать потом вот такая палетка от глэмби тут я буду вот такие я буду использовать элиттер использовать который я уже просто дотерла до дырки и палетка вот лсево такая сладкая как я ее называю потому что тут уже все я буду использовать белый цвет так что приступим давайте сейчас к макияжу и отойдем чуть-чуть от темы а сейчас надо припудрится еще и я сейчас чихну возьму я возьму другую вот эту возьму пудра ну блин она жутко летает очень долго вот на секунду вернусь к теме снимать не снимать видео а потом знаете у меня уже накипело и я подумаю да насрать что что подумают у меня просто я тупо знаете вот пудра иногда остается мне тупо все на ковер полетело кто-то меня убьет кто-то не смотрю видела это если что кто это моя мама потому что у меня ковролей а потом да насрать что скажут остальные господи сильно оно мне надо я хочу просто чтобы возможно я не знаю ну я понимаю что там сорокалетний пятилетний там тридцатилетний меня не смотрят но если ты ребенок у тебя такая ситуация не повторяя моих хэшмак первое что я делаю это не молчи то есть вот чтобы вы понимали у меня сейчас чуть-чуть папа поменялся но поменялся после того как я ему сказала папа ты считаешь это нормальным когда я вот ну вот вы развели мне его смотрят а я мечтаю что вы там мама и ты выйдете из дому и на вас кирпич свалится вы сдохните вот именно сдохните это нормально да ты хочешь сказать у него просто такие глаза были середа да плюс не навидела будто не на ищу так что все вот теперь возвращаемся к макияжу как обычно я делаю подложку под тени праймером стиком от lc в котором вот все вот это его предел он уже заканчивается я не знаю чем я буду потом мазюкаться но что-нибудь придумаю знаете вот раньше мне было хреново вот то что родители развелись там папа меня не любит ну знаете он может сказать что я тебя люблю но вот что обидно знаете вот я сейчас могу подойти там ну в принципе могу подойти к человеку сказать я тебя люблю на самом деле ну как бы и все мне кажется еще надо поступками показать вот вы считаете я могу почувствовать папину любовь когда он меня обнимает там мол от силы пять раз за год все один из этих разов то моде оружие спасибо и на этом просто так кланяться хочет ну да ладно так все-таки я не все взяла нет вот я забыла что мы еще будем использовать черный тень и так наносим сейчас черные тени сейчас я возьму на кисть я не жжу так тени мы будем наносить в уголке глаз одинаково потом у нас пойдут уже различия надо было наверно то он было сделать потом но да ладно просто тень у меня черный сыпучий очень не буду делать в зеркало а не будет я уверена у нас получится по поводу осыпания вот уже осыпалась тут такой макияж то сразу приготовьте скотч сразу приготовьте марина сказала марина не сделала ну ладно что-нибудь потом придумаем долго я смотрела в интернете что можно сделать я вот не знаю вот мне очень хотелось вот что-то сделать макияж посвященный фильму не знаю но блин я в интернете не нашла а вот там знаете вот нет такого макияжа просто в деревенном там грим ну хорошо ну сделаю я этот грим припрусь дальше а вы все люди обосутся извините за эту за фразу куда тебе одевать молодого все черные нанесли теперь на один глаз на любой какой вы хотите без разницы на один глаз только вот это пусть вот на правый для вас левый ладно хрен с ней берем другую кисть но к сожалению белый он не его надо возможно наслаивать 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 и то какой-то пигмент надо белый бывает хотя кстати на камере ну вина разница так теперь берем растушевочную кисть и чуть-чуть растушеваем вы не делаете белый нафиг смылся ну да ладно ничего сейчас еще нанесем потом еще раз тонна носить все нахрен насыпалось ладно вот давайте его так вот пальчиками сделаю так с этим мы закончим теперь я беру отсюда бордовые тени и наношу на другой глаз их я даже эту кисть использую я даже эту кисть использую я не особо умею рисовать и краситься то есть я любитель уже можно растушевать поэтому растушевываем чуть-чуть потом будем подтирать все хотя можно и сейчас сейчас и подотрем хотя да сейчас лучше подотрем можно это и обычно конечно митиляркой сделать но просто это не и и и это в в почему я не люблю черные тени они размазываются я не знаю как дайте пальцами попробуем взять сейчас вот это и закрасить тональником то есть уже выходим из ситуации как есть теме нашего видео так все нанесли мы все это теперь при своем к блесткам и я думаю вы уже поняли куда я буду наносить красные блестки на этот глаз я наношу просто на середину глаза зеркало не трясись который у меня палец не влазит потому что ногти блин и я извиняюсь подруга мне вот кстати вот эти мне больше нравятся блестки то что красный как-то но не особо все вот так вот выглядит один глаз и вот так вот 2 а теперь надо это стереть сейчас сотру и вера ну что же я вернулась я же стерла блестки с пальцев теперь переходим к одной из самых интересных сейчас только тушь я накрашу глаза бы хорошо использовать найти на одном глазу черную тушу а на другом ну или допустим одной белую там нижние покрасить черной обоих глазах одну верхней 1 белый другой красный но я не знаю если такая красная белая могу вам сказать это на самом деле не тушь а как подложка под тушь основу под тушь вот есть углы мби по моему в какой-то из последних коллекций большинство ее использовали как просто белую тушь что вы от меня хотите идите задницу дальше теперь переходим к самому интересному это губы сразу говорю я выбрала такую помаду от изабель дюпон в цвете 46 бургунди но можно использовать красную можно другие цвета бордо там какие хотите я на самом деле даже не знаю может можно и какой-то вот знаете ну телесную помаду используя там близко к вашему цвету это опять же все это надо пробовать поэтому я вам показываю свой вариант но вы можете его изменить даже прислать мне фотографии в инстаграме я посмотрю может у вас здесь она лучше получится я попытаюсь повторить ваш макияж естественно интересно красим аккуратно перед съемками выключала звук так теперь ждем полного высыхания губ как зайти вперед принципе ну опять же вот я например сейчас нарису пока там губы подсыхают я сейчас попытаюсь нарисовать стрелки но опять же то что я рисую черные стрелки знаете что другим цветом нельзя можно прикольно будет но исходя из практики красной подводки я еще не видела белую нихрена не видно вот у меня даже был обзор выложить и на не лежит такой вот лайнер там там на одном конце лайнер на другой штамп так проще со стрелками там беда я не умею рисовать поэтому со штампом я вообще как бы осталось я не умею рисовать даже это я нарисовала криво вот это хорошо что у меня тут черная тень так и разные но опять же есть благодарю тому что у нас черные тени на уголках она не не кидать вот так прям глаза что вы там хреново умеете рисовать так губы уже вроде подсохли дальше мы берем лайнер у меня этот лайнер хрен знает откуда по моему я его покупала магазинчики в каком-то ну тоже оля аврора домовичок то есть такие дешевых магазинах то есть прикол в том что это лайнер он со штампом виде в моем случае этого звезды который уже на хрен высох но просто надо взять тоненький лайнер я думаю уже поняли что мы будем делать а мы будем рисовать на губах потому что вы понимаете рисовать на губах сложно это все попытаюсь подвинуться как там было виднее потому что но я не знаю он на черном будет слабо виден луфу на черном на бордовым татью показывать да не видно но у меня там уже голова паука есть все начинается с полоски то рисуем окруженность или как здесь я помогать вот таким лайнером просто более толстым когда мне надо закрашивать ла паука рисовать не черным потом поняла что я тупо лайнер просто испоганила потому что он у меня теперь в помаде нихрена не рисует белым то есть это надо так тирик 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 Смотрите продолжение в следующей части. 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 Я не знаю, вам видно, не видно, но... Лучше получилось. Блин, почему? Ну да ладно. А теперь то, чем можно дополнить образ. На крайняк, если, ну, уже вообще нету, у меня есть вот такое черное сердечко, я не знаю, можно мышь черную. Ну, опять же, тоже не знаю, уместно, не уместно, где тут мне, например, ну, что-то мне это все не пойдет. Другой вариант, чем можно дополнить, это стразики. Ну, вот раз как. Кстати, в принципе... Ну, ну, я сейчас попробую. Не слишком ленивая, конечно, да? Сейчас. Если губы, то, ну, поменьше моих, допустим, можно использовать вот такие стразики. Я их покупала в Авроре, по-моему. Вот в том плане, что вы можете вот это сделать основанием, уже будет проще. Найти какие-то тоже черные камушки, ну, блин, ну, тоже, я думаю, можно где-то. Поэтому, не знаю, приклеить вот так вот полоску. Ну, честно, я думала, это будет классно, а сейчас мне кажется, это нет. Ну, мне кажется, нормально. Вот если бы паучок был, вот тогда да. А так, ну, нет. Короче, не буду я уже издеваться над собой. Всё. Вот это весь макияж. Назовём макияж веном. Плевать, что это второе веном тут тоже присутствует. Ну да ладно. Опустим эту детальку. Так что вот, спасибо вам за просмотр. Спасибо, что выслушали. Я понимаю, что я вот так вот всё рассказывала. Но подытожить я хочу то, что разговаривать там заколебали. Идите в баню. Если вы ребёнок, у вас такие же проблемы, скорее всего. Потому что, ну, блин. Родители, это те же дети. Они не умеют договариваться. Чтобы вы понимали. Мои родители судились два-три года. Так что вот. Да что так вот. Поэтому. Я не знаю, что будет дальше. Ну, как бы, короче. Разговаривайте со своими родителями. Рассказывайте, что вы чувствуете. И если вы уже понимаете, что, ну, совсем уже не можете не договаривать. Просто, знаете, ну, как бы это грубо не прозвучало. Описывайтесь, с ними общаться. Потому что, ну, хорошего ничего не будет. Для меня это было тоже морально тяжело. Потому что я никогда не думала, что я об этом буду говорить. Но. Да. Я очень рада, что я изменила свое мнение по поводу того, там, все-таки папина или мамина дочка. Мамина дочка будет самая прекрасная. С папой в моем случае нет. Это просто себя мучает. Дирает себя изнутри. Короче, не надо вам этого. Так что вот. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Все читаю. Негатив удаляю. Сучу. Так что спасибо за просмотр. Всем пока-пока.